Мы читаем книгу «Зор», глава «Ноах», страница «И сделали виноградник», 209 пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, «Кабалалям», «Кабалалам», «Кабалалам народу». Избранные вопросы, относящиеся к уроку, будут заданы в прямом эфире. 51-я страница, книга «Кабалалам народу», «Кабалалам», «И стал и насадил виноградник», 309 пункт. «Подобно этому сыновья Аарона, которые были опьянены вином». Кто дал им пить вино? Неужели вправду можно подумать, что они были столь наглые, чтобы напиться вином? Однако же, разумеется, напились тем вином, о котором сказано, и принесли пред Творцом огонь чуждый. Однако в другом месте сказано, чтобы предохранить себя от жены чужой. И это одно и то же. Нам нужно повторить вновь и повторять каждый раз восприятие истинного мира, то, что всё происходит в человеке. Аарон — это свойство хэсет, свойство хэсет, которое развивается в нас, и оно развивается как любой вид развития с помощью преодолевания желания получать, которое пробуждается неисправленным. И мы, исправляя его, удостаиваемся поднять все свойства вверх к большему уподоблению с Творцом. И получается, что сыновья Аарона, то есть развитие его свойства, уже зависит от преодоления желания получать. Яйн — вино, это свет хохма. Пить вино означает, что могут напиться, то есть получают свет хохма снизу вверх, вместо получения его только сверху вниз, по средней линии. Всё человек должен немедленно перевести для себя в свойства, в свойства отдачи, которые должны быть исправлены над всё время преодолевающим желанием получать в постоянном поднятии всё выше и выше к уподобию с Творцом. Давайте прочтём ещё раз. Итак, во внутреннем поиске в нашем мире, в нашем мире, человек — это маленький мир, что каждая вещь, что каждое слово, на что указывает. 309 пункт. «Подобно этому сыновья Аарона, которые были опьянены вином». Кто дал им пить вино? Неужели вправду можно подумать, что были они столь наглы, что напились вином? «Эти свойства во мне». Однако же, разумеется, напились тем вином, о котором сказано, и принесли пред Творцом огонь чуждый. То есть, тот же свет, который должны были получить ради отдачи, не смогли, не смогли устоять перед ним. Однако, в другом месте сказано, чтобы предохранить себя от жены чужой. И это одно и то же. Потому что чужая жена или законная жена — это желание в человеке. Так он растет от Аарона к сыновьям Аарона, от того, что вместо получения ради отдачи сверху вниз, притягивая, опьяняющее вино, человек растет. Опьянение вином — это привлечение свечения левой линии сверху вниз. И тогда раскрывается точка свойства Дин, суда, и пробуждается клепа, нечистота, чужой с жены. И Мохин уходит из Нуквы, и грешник умирает. Разница между Нуквой и чужой женой зависит от того, что делает человек, от его желания. И вместе с опьянением они приносят клепу, они опьянели, извините, как сказано, и принесли огонь чуждый. И вместе с опьянением они приносят клепу, чтобы подпитываться от святости. И Мохин уходит. Ибо такое свойство Захар, мужское, называется чуждый огонь, а такое свойство Нуква, женское, называется чужая жена. Зависит от того, в какой форме пользуется своим желанием. Или ради отдачи, и тогда называется огонь, эш, или ради получения, и тогда называется эша, жена. Триста десятый пункт. А также подобно этому и выпил вина, и опьянел, и обнажил себя. И потому пробудился хам, отец Кнана, из-за которого раскрылась точка свойства Дин, суда, нагота отца его. И было дано место Кнану, чтобы правил. И то, что было для этого праведника, Ноаха, с союзом, искоренил, сделав его с копцом. А следовательно, лишил его союза, и ушли от него мохин порождения, исправляемые только установлением Святого Союза. И это расценивается так, будто оскопил его. Уже не может, уже не может делать зевук ради отдачи. Ноах был праведник, был покрытый ради отдачи, а хам не смог этого сделать. И называется, что он раскрыл наготу отца. В своем развитии не смог устоять человек. Хам согрешил, увидев, но не Кнан. Каждое имя, название, это свойство в развитии желания получать в человеке. В любом из людей. почему же проклят был Кнан, а не хам? Сказано об этом, и обнажил себя. То есть, раскрылась точка свойства дин. Хам это слева от левой лины. Сим, хам и ефет, трое сыновей. когда раскрылась нагота его отца, точка суда. И при раскрытии этой точки пробудился Хам, отец Кнана, посредством того, что видел, поскольку был левой линией. Ноах привлек свечение его сверху вниз. И по этой причине раскрылось свойства дин. Однако, поскольку Ноах не намеревался согрешить, не ушли бы Мохин из-за раскрытия этой точки. Но вследствие раскрытия точки свойства суда дана была сила к Нану, чтобы, приблизившись, питаться от Нуковы. Клепа к Нану — это первородный змей, и это чуждый огонь, приближающийся в силу этой точки свойства суда. И он оскопил его. И из-за Кнана ушли от него Мохин порождения, то есть Мохин Дехая, которые у него были. Таким образом, Хан ничего ему не делал, а сын его Кнан, и поэтому проклял Ноах Кнана, но в Писании это скрыто, ибо слава Творца таить дело. То есть на каждой ступени есть свои действия. Чуждый огонь, чужая жена. вместо предыдущей ступени, нынешние ступени были чувства более исправлены, чем предыдущие, потому что желание получается все время растет. 311 пункт. И поэтому Ноах сказал проклят Кнан, ибо сначала проклятия пробудились в мире из-за него, так как он змей, рабом рабов будет. Все исправится в будущем, а Кнан не исправится. Все рабы выйдут на свободу, а Кнан не выйдет на свободу никогда. И это тайна тем, кто познал пути и торопинки Торы. Только в Гмаратикун, последнем исправлении, за счет особенного действия, желание и несправленное желание получать будет исправлено с помощью того, как написано те две точки, те две капли, которые попадают в большое море, это особенное действие, но не за счет действий, обычных действий души, исправления своей неисправленной в начале души, предперва одной змеи, кнан, золото, все эти результаты, то, что получилось от кнана, хама к ноху. Вопросы? Моти. Вся наша работа это порождать ступени, то, что называется сыновей. Мне кажется здесь, что сыновья все время грешат. А что такое сыновья? Я нахожусь в каком-то состоянии, скажем, я сейчас нох. Это хорошее состояние. Вдруг я обнаруживаю, вдруг мне, во мне обнаруживаются или даже Творец мне обнаруживает проявлять новые свойства с помощью учебы, с помощью приложения усилий, разных состояний. Все, что я делаю, вдруг приходит свет, возвращающий к источнику, и что он делает? Он светит мне больше. Я начинаю видеть в себе разные нехорошие вещи, желания, мысли, намерения. И это называется, что я обнаруживаю, что во мне есть одно свойство, которое называется нох, а все остальные свойства, неживые, растительные, животные, все становится так вот, что вот все поглотила земля, то, что называется, желание неисправленное, различные свойства, желание, все во мне, кроме одного единственного ноха. Что же делать? Я вижу, что у меня нет выбора из того, как я учу, вижу, думаю, с помощью окружения группы, что во мне пробуждается, проявляется, что если я хочу соединить себя с Творцом, насколько я понимаю, насколько могу себе представить, я должен войти в некую заморозку со своими хорошими желаниями, и это будет ковчег, а все остальное, я не могу с этим справиться, думать о бизнесе, думать о страстях разных, еще о чем-то, я должен что-то взять, но чуть-чуть, и организовать из этого свой маленький мир в ковчеге, а все остальное пусть потопнет в потопе, я не могу с этим справиться, прохожу этот период. Следующий этап, пробуждаются новые желания, которые родились из предыдущего состояния, то, что называется сыновья, есть желания, которые с ними я только усилился, это называется Ефет и Сим, а Хам, есть желания, которые как раз выросли во мне такие, что стали хуже, я не знал, что в предыдущем состоянии, с меньшим авиютом, я не ощущал в них чего-то такого плохого, вдруг, с новым видением, с новыми с новым пониманием, с возрастом, я понимаю, что, может быть, я раньше думал, что, да, могу привнести их в новую жизнь, на новую землю, после ввода потопа, а сейчас вижу, нет, там есть такие, которые, несмотря на то, что пережили потоп, но сейчас они растут, и когда мне светят, я не могу с ними справиться, что же с ними делать, а говорят, а ничего не поделаешь, ты не знал, верно, но тащил с собой через весь потоп, через все эти ступени, этого змея, он там прятался внутри, и на самом деле, этот змей, он до самого гмаратику, он конечного исправления, ты все время от него сможешь выяснять, лево-эвен, каменное сердце, то, что называется, на всех ступенях есть девять сферот, и малхуд, свойство суда, с которым ты не можешь справиться, поэтому нужно его заморозить, и все, что поделаешь, как написано, война с Амалеком в поколениях будет, догмаратикон, во всех ступенях тебе нужно благословить, выяснять, и я выясняю, иногда это проявляется в золоте, заав, вся эта левая сила, левые линии, и иногда это телец, это против денег, сверху вниз или снизу вверх, то, что притягивается, или вино, в вине есть дрожжи, то, что называется, то, что мы учили в ТАС, выясняются, выясняются такие понятия и названия самые разные виды желания получают. Вино пьянящее, вино святое, то есть, которое можно прояснить снизу вверх, радующее вино, то, что называется, радующее сердце человека, творца, когда можно именно получить ради отдачи. а пьянющее вино, пьяняющее, называется это притяжение снизу вверх, то есть, ради себя свет хохма. После второго сокращения можно получить его только отталкивая сверху вниз с свечением подсветки хохма в свете Хасадим. Так я каждый раз думаю о себе. Тора не пишет об истории ничего, ни грамма. то, что духовный корень должен коснуться материальной ветви в нашем мире. Люди, которые прошли в нашем мире, все это поняли ли они, были ли это в них это, было это или нет, это тоже вопрос. Как пишет Баля Сурам, что если есть какой-то человек, который когда-то случайно как бы назвал Масличную горой Масличной горой, ему показалось, что это хорошо для его маслин. И он назвал ее так. Назвал ее потому, что любой человек действует по корню души, которая действует в нем, просто спускается в него, и человек выполняет действие. Так был ли Ноах? Да, был. Он был праведник в поколении, он понимал то, что он делал. Один когда-нибудь мы поговорим об этом. Это тоже вопрос, да или нет. Симхам и Ефет, его сыновья, были сыновья его? Были. Были такие ли праведники, понимали, не понимали, говорили нет. Надо выяснить. Но меня это не волнует. Меня не волнует вся эта история в соответствии с историей. Весь мир, духовный мир должен получить какую-то проекцию, копию в материальном. Получил. И мне это не важно для меня. Мне важно, что я это все организую для себя. Говорится, только относительно человека. Все остальное, будто бы не существует, нет этого мира, будто бы не было этой истории, ни народа Израиля, ни Вавилона, ни народов мира, ничего. Ничего. Я выясняю. Я сейчас нахожусь в космосе, и нет ничего. И все это во мне. То, что мы учим в восприятии реальности. Кто я, который находится в середине этого космоса? Тот, кто ощущает. Что ощущает? То, что Зор мне пишет. А кроме этого, ничего не существует. Так я его учу. Потому что я учу Зор из своей души. А в моей душе есть только желание. Все еще начальное, сырьевое. Это не части, еще не овхонот, не понимание различные, не разные сочетания. Мне это все еще нужно организовать. Организовать по мере того, что я стараюсь, прилагая усилия. Может быть, это так, а может так, а может быть, это нох, а может, это трое его сыновей, которые выходят из этого. Все это пхина, авхана, все это какое-то понимание, какое-то осознание. И так я каждый раз стараюсь, стараюсь себе представлять. И нет ничего передо мной. Я — это точка, которая старается в ней найти все эти авханот, все эти свойства. так я могу думать, чтобы желать, чтобы мои сыновья были Моше, Ефет и так далее. Нет, Зор тебе рассказывает, о чем ты состоишь. Ты должен определить их, постарайся определить их всех. А Зор не берет тебе все, даже то, что написано в Торе, в Пятикнижии. Зор берет то, что считает правильным и считает нужным взять с тобой в путь. И ты потом сможешь увидеть это. Нету в Торе раньше или позже, а имеется в виду в ином месте ты вдруг начнешь раскрывать, а что у тебя было там в состоянии, когда ты был как Ноа. Вдруг ты можешь вернуться, вдруг ты можешь продолжить снова. Короче, ты раскрываешь это общая система, замкнутая, полная, и поэтому нету раньше или позже в Торе означает в любом месте, где ты производишь какое-то действие, она вводит тебя в действие всей души, всех ее частей, потому что все десять сферот, каждая из них включается и от десять, и из них каждая тоже десять. Если ты пошевельнул что-то, то, что находится в твоем исследовании, в твоем развитии души, в какие-то внутренние войны, войны Иошоа в стране Израиля и так далее, неважно. Вдруг это тебе дает последствия понимания о Ноахе, об Аврааме, или наоборот о Давиде, который следует позже, потому что все это единая система. Это те же самые десять сферот и раскрываются тебе больше и больше между собой. В их компоновке иной ты как бы кадр берешь диафрагму больше или меньше, и с одной стороны ты входишь глубже, а с другой стороны распахивает тебя гораздо больше в стороны, шире. И ты понимаешь, насколько эти частные причины дают больше ощущения в общем. Несси, Хасид? Я хотел спросить Азор. У нее такая большая сила. Вот эта работа со светами окружающим действует точно, как мы спрашивали в течение многих лет в тассе, как производить действия. Здесь те же действия, те же условия. Я не знаю, что означает изучали. Мы изучали, что с помощью учебы человек, который стремится познать, где он находится, кто он, как он объединяется с Творцом, как он раскрывает все свои свойства, в которых он раскрывает. Вот это я, вот это реальность, вот это система, вот так я объединяюсь с Творцом. Кто этот Творец? Весь мир во мне, то, что я раскрываю, все души, все это до Зор говорит точно об этой внутренней работе. Она дает нам особенно, это называется поле, которое благословил Творец. я могу с помощью чтения, поиска в себе разных свойств, качеств, точно найти в себе вот эти составляющие, компоненты моей души. Насколько я могу быть в этих свойствах, или не могу, где я нахожусь, или нет, чего мне не достает, чтобы быть в каждом из них, и даже выяснить, а где же этот первородный змей, а где хам, золото, вся сила зла, опьяняющее вино, свет хохма, который я получаю, наслаждение, которое я получаю с намерением ради получения, не то, чтобы я о них думал, но все-таки как-то ради дачи. Потом раскроется мне на более высоких ступенях, что я в любом случае думал о себе, но пока я думаю, что это вроде бы для святости и так далее. Те состояния, в которые я следую, углубляюсь, проясняю, взор это образом самым ярким, вот это истинная духовная работа. Продолжаем текст. Глава Батшева и Урия 312-й пункт. Ибо преступления свои знаю я, сколько нужно им, людям, беречься от Творца и от грехов своих. Ибо после того, как согрешил человек, записывается грех его наверху и стирается лишь во время большого раскаяния. 313-й. Вследствие прегрешения человека перед Творцом в первый раз остается отпечаток. А когда прегрешил в этом вторично, этот отпечаток становится еще сильнее. Прегрешил в этом третий раз, расширяется это пятно от органа к органу. Шин Юдалет 314-й. Царь Давид, согрешив перед Творцом в том, что касается Батшевы, думал, что грех этот записан за ним навсегда. Сказано, Творец тоже снял грех твой, не умрешь. Это указывает на то, что снял с него этот отпечаток. 315-й. Известно, что Батшева принадлежала царю Давиду со дня сотворения мира. В таком случае, почему отдал ее Творец сперва Урии-Хиттийцу? 316-й. Это значит, снова, все внутри есть Малхут, желание, ими можно пользоваться, как Батшева. Это желание в таком образе, как царь Давид пользуется, или в таком виде, как Урия-Хиттийц пользуется этим ради получения, ради отдачи, что такое грех. Но грех – это понятно, всегда ради получения. И проясняем эти желания, которые называются Батшева, и тот способ, каким их можно использовать, или как Давид, или как Урия. 316-й. Таковы пути Творца. Хотя жена предназначена человеку, чтобы быть его. Другой его опережает и забирает ее прежде, чем наступает время этого. Мы это учим во всем. Если человек совершает заповедь только после того, как ее нарушил, мы раскрываем зло и только потом делаем добро, так вроде бы то желание получать. Прежде им пользуется во зло, это называется, пользуется женщиной неверным образом, а потом верным. Двое мужчин, один неподходящий ради получения, имеется в виду, это неподходящий мужчина, а второй ради отдачи подходящий муж пользуется той же женщиной. Посмотрите, насколько история превращается во что-то духовное. И таковы пути Творца, хотя жена предназначена человеку, чтобы быть его, женой Адама, человека, а другой его опережает и забирает ее, прежде, чем наступает время этого исправленного. А затем, поскольку настало его время, отвергается тот, кто взял ее в жены перед этим вторым, пришедшим потом, и уходит из мира. В нашем случае Урия, его зовут. И трудно это пред Творцом удалить его из мира из-за второго, прежде времени его, пока человек не осознает зло в себе, пока не осознает, насколько он получает ради отдачи, пока он делает в получении ради получения, все это происходит постепенно. 317 пункт. Тайна того, что Батшева была отдана сперва Урии Хититю, необходимо вникнуть почему отдана была святая земля к Наану, прежде чем пришли Исраиль, и тогда обнаружишь, что все это одно целое. Ибо Батшева, так же, как и земля Израиля, это нуква. Начало строения нуквы посредством мохин свечения левой линии, а затем она строится посредством мохин паним от всех трех линий. Урия это мохин де хухма без хасадим, свечение левой линии. А царь Давид это свойство мохин де паним от трех линий, то есть исправленный, получает ради отдачи. Поэтому хотя Батшева и была супругой Давида, но чтобы она смогла получить от Давида мохин де паним лицевой стороны, обязана была выйти замуж сначала за Урию, раскрыть левую линию прежде, чтобы получить от него обратную сторону свечения, левой линии. Ибо невозможно ей получить мохин лицевой стороны, мохин по ним, прежде, чем получила мохин обратной стороны, то есть мохин свечения левой линии. По той же причине властвовал Кнаан земле Исраиля, прежде, чем она была отдана Исраилю. Ибо когда нуква получает от мохин левой линии, царит в ней тогда клепа Кнаана, золотая Акалина. Но не может она получить мохин лицевой стороны, то есть Исраиль, пока не получила мохин левой линии. И поэтому необходимо, чтобы властвовал в ней Кнаан, прежде, чем пришли Исраиль. Ведь то, что Батшева дана Урии, прежде, чем была отдана Давиду, а также власть Кнаана в земле святости, прежде, чем была отдана Исраилю, это один и тот же вопрос и одна суть, так как свечение левой линии необходимо Нукве, прежде, чем будет получать от трех линий. Посмотрите, как Зор это просто красиво объясняет. Все время, я помню, всегда был большой вопрос. Всегда спрашивают, а что с Урией хитийцем, что с царем Давидом, называется святым Давид царь Исраэль. В соответствии с наукой Каббала легко можно объяснить эти вещи, а в земном смысле очень тяжело объяснить. Вопросы? Наш товарищ из Америки спрашивает, все это происходит с нами до Максома? Что значит все это происходит до Максома? Я не знаю. Я также не знаю, что значит все происходит с нами до или после Максома. Есть души, которые проходят эти вещи очень четко выясненным способом. А есть такие, которые проходят эти вещи образом, стилем, каким-то сторонним. Есть такие, которые проходят так, что в большом большом тумане и достигают своего окончательного исправления, гмар-ти-кун. Каждый по своему уровню, по своей высоте, по уровню своего авиюта, в соответствии с характером. Какую часть, какой орган Адама решен в общей совокупности душ, откуда его душа, где ее корень. Поэтому сказать, проходят все? Все. Каждый? Каждый. Обязан каждый пройти? Обязан пройти каждый. Как в нашем мире. Может быть, человек пользуется всем, что есть в нашем мире, но не впечатляется этим, не понимает этого, не остро чувствует, но пользуется, как весь мир. А есть такие, которые глубже понимают какую-то специфическую область мира, технику, музыку, геологию, биологию, не знаю, самые разные вещи смотрят на это. А есть такие, которые хотят охватить весь мир. Это зависит от корня души. То, что мы делаем здесь, мы занимаемся учебой, относящейся ко всем. Человек каждый, он для себя проясняет то, что нужно. Поэтому каждый из нас, когда сейчас читает, он по-разному читает, мы не можем сравнить впечатление, но каждый впечатляется по-разному. Так оно и должно быть. Поэтому это просто должно пройти по нас, так как Зор дает это. И история это история, которая проходит. И каждый развивается не под воздействием истории этой, а свет, возвращающий к источнику, светит на желании человека, на его материал. И в этом материале находятся решимод, гены. это очень похоже на то, что думают о стволовых клетках. Свет, который будет наш материал, нашу материю, нашей материи пробуждается решимод, характерный, специфический для вот этой души. и тогда они строят из нашей материи с помощью света эти решимод. Они строят из материи особую структуру вот этой души. А у каждого строение свое. Вот так оно происходит. Мы еще поговорим об этом. Читаем дальше. 318 пункт. Хотя Давид признал свой грех и раскаялся, не устранил из своего сердца и желания тех грехов, которые совершил, а также этот грех с ботшевой, потому что всегда боялся, а вдруг впоследствии один из них станет поводом обвинить его в час опасности, и поэтому не отстранял их от себя и своего желания. И потому сказал, ибо преступления свои знаю я, и грех мой всегда против меня. Потому что если он хочет держаться средней линии, так конечно он должен почувствовать и левую, и правую линии, чтобы все время находились против меня. И из них я создаю свою среднюю линию, я срезаю желание получать там, где я не в состоянии удержаться, потому что урия называется урия, свет творца, ор ашем, это весь раскрывающийся свет в десяти сферот, прямо в прямой форме, это невозможно. А Давид это исправленная молхут Мелах Исраэль, царь Исраэля, средняя линия, он не может удержаться, как Батшева, которая стоит против раскрывается урии, желание получать, против которой раскрывается весь свет. И так приходит Давид, то есть это свойство и пользуется только частью желания. И понятно, что если воспользуется большим, то тогда произойдет грех. Это с одной стороны. С другой стороны, грех можно сказать, что он в Давиде, потому что Творец хочет, желает, чтобы ты получил ради получения, ради отдачи. Не важно, главное, чтобы получил, с одной стороны. С другой стороны, то, что ты еще не пришел к Моратикону, это тоже называется грех. То, что ты кажешься праведником, это относительно хозяина, то, что ты сидишь и получаешь одну печеньку со всей трапезы, которую он тебе приготовил. Приготовил столько явств и столько блюд, а ты можешь только их понюхать и ради отдачи хозяину. Это означает, что благовоние снизу вверх, то, что мы получаем от всей этой трапезы. В этом грех. То есть, грех не в том, что я раскрываю, что я нахожусь ради получения во всем своем желании. Это понятно, творец этого приготовил, написано, что так это уготовлено, но пока что, когда ограничиваю себя, человек видит, что это какой-то болезненный компромисс и относительно творца, и относительно творений. И эта боль, она должна быть. преступления свои знаю я. То есть, это ограничение все время должно быть не как гордыня, что я ограничил себя ради отдачи, а и как боль, что я все-таки хотел бы, я желал бы получить ради отдачи, но не способен, не могу, нет у меня даже, как сказать, у меня даже нет требования для этого. Я понимаю, что в конце концов, нужно получить все ради отдачи, но пока я не могу даже попросить, чтобы у меня была такая сила, потому что не желает человек царской дочки. Попросишь, получишь. Я не могу даже попросить. Это состояние, которое раскрывается. Главное здесь понять, что все говорится об одной точке, моей. Я нахожусь во всех этих состояниях. Дальше. 319 пункт. «Ибо преступления свои знаю я. Преступления все ступени, к которым относятся грехи людей. Знаю я, то есть уже исправил их. И грех мой всегда против меня. Это уменьшение луны, которое не исправило». Потому что все-таки она еще не как солнце. Мы учили, что должны быть два больших светила. Малхуд, луна, должна светить так же, как и солнце, как Зрампин, как Творец. Творение должно прийти до того же уровня, как и Творец, то есть получить все ради отдачи. И «Ибо не вышло из своего изъяна, пока не пришел Шломо, и тогда засветило в совершенстве, в полноте своей, без изъяна. И тогда усладился мир, и зажили Исраэль в спокойствии». То есть та часть желания получать, которая называется Исраэль, пришла к своему частному гмаратикун, конечному исправлению, в действии, которое называется Шломо Мелех, царь Соломон. Как сказано, и зажили Иуда и Исраэль. И вместе с тем, грех мой всегда против меня. То есть и в дни Шломо полностью не было исправлено уменьшение луны, потому что это не все желание получать. гмаратикун нет, гмаратикун не произошло полного исправления, ибо храм снова был разрушен, и луна, то есть нуква, вернулась к своему малому состоянию. И не прекратится этот изъяна в мире, пока не придет в будущем царь Маше, как сказано, и дух нечистоты удалюсь с земли. Просто, а? После той подготовки, которую мы прошли, воспринимаем вопросы? Что означает, когда он пишет в начале, что записывается грех, что грех записывается навсегда? до гмартикун, это называется навсегда. Означает, что раскрыл, мы должны раскрыть левую линию, исправить ее, потому что иначе невозможно, ты не можешь измерить, сколько мне можно, если ты не измеряешь, кто ты. И в чем наслаждение? Малхот должна раскрыться целиком, и против нее все полное желание, и они должны быть вместе один против другой, и почувствовать, что ты будто бы грешишь, это называется раскрытие зла, раскрывающиеся грешники, это называется сотворил злое начало, человек должен это почувствовать, и тогда сотворил тору приправу, тогда ты должен осознать страх, той опасности, в которой ты находишься, что ты сейчас собираешься получить ради получения, и тогда у тебя есть великий страх, и ты готов сократить себя, и тогда ты требуешь, ты нуждаешься в Творце, чтобы остановил тебя, чтобы удержал тебя, чтобы не дал тебе согрешить, и помог тебе измерить, понять, где ты находишься, ты нуждаешься в этом, здесь тебе нужен свет Абсак, чтобы светил себе, прежде всего, показал бы, докуда, досюда можно, дальше нет, чтобы произвел измерение, как в Цинцумбет, втором сокращении, и свет показывает здесь, светящий свет, до сих пор получающий килим, дальше это отдающий, отсюда отдающий, дальше получающий килим, с этими килим можно пользоваться, этими нельзя, и так далее, и так далее, все приходит в форме, что сначала ты раскрываешь левую линию, вместе с этим ты раскрываешь и силы правой линии, потому что ты нуждаешься в свете, правильной подготовке с правой стороны, ты раскрываешь левую, и тогда ты не грешишь, ты не входишь в левую линию, а только, ну, как сказать, ты умеешь правильно этим воспользоваться, ты на нее смотришь, видом, то, что называется беру, выяснение, а не то, что с головой туда окунаешься, и тогда ты ее выясняешь, и тогда ты отрезаешь ту часть общего желания получать и пользуешься ей правильно ради отдачи. Урия, это называется ради получения, потому что я все еще не могу получить того света. урия, это ор, ют, и кей, свет ют, кей, это свет, который светит целиком в ют, кей, в вавке, в других буквах вавке, я не в состоянии это получить. Батшева, несмотря на то, что это вся малхут, она предназначена урие, но сейчас мы говорим об исправлениях, Тора говорит до конечного исправления, Тора это методика исправления, и поэтому урия, это не то свойство, с которым я могу сейчас работать. С чем я, с каким свойством да, могу работать после раскрытия урии против Батшевы и отрезают его, называется, что Давида Мелых, царь Давид убивает его и пользуется сам. То есть только средней линией. Все эти свойства человек должен пройти. мы изучаем это, чтобы стремиться к этому. И таким образом мы впечатляемся, это действует на нас. Я вчера говорил много, теперь мне тяжело. Наш товарищ из Нью-Йорка спрашивает, что делать, если не понимаю и мне скучно во время чтения ЗОР. Скучно? Не понимаю, начинаю засыпать. Малагидлаха. Ну, что мне тебе сказать? Я в своей жизни учил много всего разного. Бывает много разных специальностей, профессий, к которым у меня не было никакого стремления. сопротивления материалов. Я изучал два года. Кому это надо было, не знаю. Даже для моей специальности. Кто-то это ввел металловедение. Два года учил. Если я хочу получить сплав, взять этого металла и того, и еще немножко этого, и добавить туда еще какие-то смеси химические, что я из этого получу? С каким давлением, при какой температуре получить эти сплавы? Ты представляешь, какие графики, что там происходит? Для чего я это учил? Спроси меня, я не знаю. Но если сегодня ты меня спросишь, ты согласен с тем, что те, кто изучают эту профессию, чтобы это знали, даже если они не нуждаются в ней? Я сегодня скажу, что да, надо. Потому что общая интеллигенция человека, его отношение к жизни, к науке, к выяснению, к анализу, понять основы жизни, зависит от того, насколько он все-таки проходит и как-то включается во все это. тебе кажется, что это не относится к твоей функции, что это не относится к твоей профессии, ни к твоему будущему, но природа, она круглая, круглая. И поэтому я не помню, что я учил в музыке, что я учил в том самом металловедении или в других специальностях. но когда я изучаю наук Каббалу, эта основа, этот базис как-то помогает мне воспринять, переварить общую картину. здесь он говорит специфично о науке Каббала, что ему скучно, он не воспринимает и не ухватывает. Я завидую ему, потому что написано, что по мере того, что я читаю и не понимаю, я прилагаю усилия. И по мере усилия я добиваюсь успеха. Вознаграждение за количество усилий, а не за то, сколько я понимаю. И поэтому то, что он не воспринимает, это хорошо. Только немножечко надавить. И все-таки должна быть здесь, как я говорил, подготовка. если бы мы читали Зор несколько лет назад, мы бы не могли отнестись к нему так, как сегодня. Все-таки Малхуд, второе сокращение, средняя линия, Адам, человек, тем более, что мы прошли восприятие реальности и говорили об этом. это дало нам подготовку. Не то, что мы сейчас можем уже спокойно нырнуть в это, но все-таки, возможно, не достает ему еще материала, который нужно прочесть. Есть много таких, которые учатся вместе с нами. если человек ощущает, что после всех моих объяснений все еще ему сердце закрыто, чувство что-то не идет, он не может даже схематично представить себе, нарисовать сферот Урия, Батшева, Давид, Нох с тремя его линиями, с тремя сыновьями и так далее. то ему нужно добавить еще материала, еще нашего учебного материала. Читать, читать, читать много. И не для того, чтобы запомнить, а просто пройти, может быть, так быстренько, по-быстрому. может быть, мы все-таки должны дополнительно к нашим урокам провести какой-то вспомогательный урок, как школы это делают, которые не могут уловить материал по телевидению, может быть, нам надо сделать какие-то дополнительные уроки. Может быть, взять какую-то тему, кратенькое резюме того, что мы проходим, и объяснить это попроще. Да? Как вы можете обратное явление объяснить? Я гораздо легче после ЗОР раскрываю ТЭС, ПТИХУ и говорю в кампусе, преподаю, и гораздо легче это идет, спрашивает Миша Зильберштейн. ЗОР в себе содержит всю науку Кабала. во всем том, что здесь есть. Тут есть Сферот, язык Ветвей. Мы подойдем скоро к языку сказаний. Очень много будет законов, правил, о котором он будет обсуждать. Очень много будет кабалистического языка, термины Сферот, Парцуфим, поскольку ЗОР охватывает все, и ты обязан здесь изначально углубиться в восприятие внутренней реальности, поэтому здесь есть концентрация всей науки Кабала так, что ты ее берешь из самых разных разделов и ее частей и вместе с ней уже все это реализуешь. Читаем текст. Глава «Он был сильным звероловом». 320 пункт. Он был сильным звероловом, он был человеком сильным и одевал облачения Адама решон, и умело охотился в них, ловя зверей, потому что все звери были покорны ему благодаря этим облачениям, облачением из кожаных одежд, как сказано, и сделал Творец Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Кожаные одежды у Адама решон прежде одежда была из света, это до греха, до нарушения запрета, а потом Творец сделал кожаные одежды из кожи. Это первое сокращение, второе сокращение, как мы изучаем эти ограничения. Вы видите, крупно раскрылась левая линия, все желание получать, они не могут нарушать запрет, не могут различить насколько можно, насколько нельзя в отдаче, средней линии, потом все-таки идут средней линии, это в общем Адам решон, а потом в каждом поколении, а потом на каждой ступени раскрывается каждый клей, как история Урии и Давида, то есть грех и исправление раскрывается, грех исправляют средней линии, и вот так все ступени в этом же стиле, и это высший Мохин, но у Немрода была внешняя сторона этих облачений Адам решен и благодаря их силе захватил и подчинил себе весь мир. Это вавилонский царь Немрод, тогда это было целое царство, соответственно, Аврааму это сила Немрода. 321 пункт Немрод искушал творения заниматься служением иным богам, и он властвовал благодаря силе этих облачений и подчинял себе населяющих этот мир и говорил о себе, что он властелин мира, то есть сделал из себя Бога. И люди служили ему. И звался по имени Немрод, потому что восставал Марат, восставал против высшего царя, что наверху, и восставал Марат, восставал против высших, против высшей святости, и восставал против нижних, населяющих этот мир. 322. В силу этих облачений он властвовал над всеми живущими в мире, и царствовал над ними, и восставал против них, и восставал против господина своего, и говорил, что он властитель мира, что он Бог, и увлекал за собой все создания, пока не втянул людей отойти от служения властелину мира. То есть желание получать очень большое, которое властвует в нас настолько, что мы не способны над ним ни думать, ни производить расчет, ни видеть, ни чувствовать, что существует вообще реальность действий ради отдачи, и мы можем в этой реальности жить, подняться над этой жизнью, то есть жизнь в рабстве. Мы это понимаем и не можем все-таки приподняться над этим. Вот это власть, сила Немрода. Мы еще углубимся, прочувствуем немножко, в чем большая разница Авраам, Немрод, насколько две этих силы действуют в природе. И очень тяжело выйти из-под его власти. Мы находимся в его власти. Это сила, властвующая очень сильно, огромная сила. Да. Александр Саньков спрашивает, где мы можем видеть объединение? Что? Объединение? Объединение с Зором? Где мы можем видеть, когда читаем Зор, действия по объединению между нами? Я не знаю, что он имеет в виду. Если между нами, так это изначально должно быть. Если я читаю Зор, я подхожу к Зор изначально, таким образом, я объединен со всеми. Весь мир, вся реальность, все во мне. Кроме Я и Творец, нету ничего, а я внутри содержу всех. Как я могу содержать в себе всех? Таким образом, что я чувствую как свое. Что значит свое? Скажи любовь, неважно как, но даже без слова любовь, даже без всех этих расчетов. Просто человек, если мы говорим человек, маленький мир, то есть весь мир во мне, если мы говорим о восприятии реальности, что я вот так должен видеть это, то, конечно, я уже из этой точки, что я все чувствую в себе, из этого я прихожу. Здесь я стою против высшего света, против Творца, со всеми свойствами, всеми понятиями, со всем тем, что есть во мне. Все это находится во мне, кроме меня нет ничего. я не представляю ничего вне себя. Зор начинается с этого. Не очень много слов. Если не вот такой подход, каждый миг, когда человек, я не знаю, я не думаю, что мы каждый миг должны повторять это. Я думаю, мы после подготовки, что значит после подготовки, когда мы уже способны не быть связанными с этим миром, со всем тем, что мы здесь чувствуем, история, география, вселенная, все эти вещи, и мы уже можем представить эти вещи, я, Творец и экран, то есть система отношений. И я должен выстроить ее с Творцом. Я хотел сказать несколько слов об экране. Экран это не какая-то перегородочка между мной и Творцом. Экран это система, а я только точка, точка желания, которую Творец сотворил из ничего, а Творец это только искорка света, сотворившая вот эту точку. А экран это огромная система, огромная, и в ней существует между этой черной точкой и искоркой света белизна. Или мы потом говорим, что такое экран? Экран не находится наверху, выше желания получать. Он во всем желании получать находится внутри. моё отношение к желанию получать с помощью экрана, я только рассчитываю, насколько я могу уподобить желание получать свету. Из этого я выстраиваю в экране, который находится во всем желании получать. Я рассчитываю, насколько желание получать относится к свету, может быть, со светом. Это называется рожь парцов. А экран находится во всем желании получать. Я уже уподобляю желание получать свету практически. Это называется ток парцов. И во всем желании получать, что я вижу, в каких-то частях, в каких понятиях, в каких видах, я не могу соотнести желание получать со светом. Это называется софт парцов. А что я хочу подчеркнуть? Экран работает. Система связи с Творцом делится на три части. На расчет, выяснение и расчет. Это называется рожь, буквально голова парцуха. Потом получение, уподобление практически, это называется ток, внутренняя часть парцуха. И насколько я не могу уподобить, это тоже отдельный расчет. Не то, что достаточно мне сделать расчет, насколько я имею отношение к Творцу в моем желании. Нет, я должен также выверить, насколько же я не имею отношения и почему не имею отношения. Софт должен быть прояснен не менее, чем ТОХ. А почему ты этого не хочешь получать от меня, спрашивает хозяин на каждую деталь, я должен выяснить и самому себе объяснить и ему тоже. Так что я хочу сказать. Экран это система связи, взаимоотношений. Это не просто так, некая перегородочка. Мы вот так вот на рисунке чертим. поэтому я когда изучаю ЗОР, этим я все время выясняю. А что это за система такая в моей взаимосвязи с Творцом? Что это за экран? И он говорит, в этом у тебя есть несколько частей, три части, например, наверху, внизу, ты, Творец, между вами система, которая делится в основном на три оси координат и так далее. ЗОР из Чикаго спрашивает, встречаться после изучения ЗОР, после урока товарищам и перечитать или это не стоит? И добавляет, если делают это с намерением объединиться. Они должны пробовать. Да или нет? Это очень зависит от группы, зависит от уровня, от состояния. Насколько ЗОР с одной стороны общий и правильный выучить в группе, в соединении. С другой стороны, он очень индивидуальный, личный. Пусть пробуют. Я не могу сказать, что лучше для них. Они должны это выяснить. Есть две стороны, такая и такая. выясняет. Если они хотят быть вместе, каждый изнутри, выясняя весь мир и смотреть это вместе, может быть, да. может быть, это из-за вчерашнего вечера или из-за того, что именно такая сегодня голова, но впечатление, что если люди после всего воспитания, религии, прошедшей жизни, каждый думал, что он грешил и был где-то он что-то делал, взор дает ощущение, что даже если весь мир перестанет что-то делать, опустит руки, то ничего не произойдет. Любое состояние правильное, как вы сказали о стволовых клетках. А рядом с тобой могут сидеть люди, которые не услышат. Ты от этого впечатляешься, а другие нет. Я говорю не о впечатлении. Перед нами большой конгресс и ощущение, будто перед нами весь мир. Все согласятся подняться на борт этого корабля и нужно принять всю ситуацию. Хорошо. Будем надеяться, что все будут впечатляться так, как ты. А пока что продолжим. Мы переходим к странице 57. Читаем на 57 странице. Статья Тайны Торы 346 пункт. Мы перескочили на 57 страницу Тайны Торы 346 пункт. Основатели города и башни говорили на языке святости, которые знают ангелы служения и не говорили на другом языке. Поэтому сказано «Теперь не будет для них невозможного». «А если бы говорили на другом языке, которого не знают высшие ангелы, то был бы предотвращен их замысел, который думали исполнить. Ибо бесовское деяние всего лишь на мгновение, только для показа людям и не более. «И был на всей земле один язык». Один язык означает язык святости, поскольку говорили на языке святости, заклинали высших ангелов, чтобы помогали им в строительстве. И потому не будет для них невозможного в том, что задумают сделать. Но если бы не говорили на языке святости, не было бы у них помощи ангелов, и были бы их дела как бесовские деяния, срок которого лишь мгновение, и сразу же аннулируют себя. Мы с вами учили, что такое святой язык. Язык это язычок весов. Это правильное соотношение между правой и левой сторонами. Правая сторона это сторона отдачи, сила, получаемая сверху. Левая чаша весов это получение, насколько мы можем правильно получить. Если мы делаем правильный расчет между ними, тогда называется, что мы приходим к лошон акодыш, язык святости. То же слово язычок в весах, что правильно организуется расчет между правой и левой линией относительно отдачи. И таким образом мы можем построить нашу душу из материала желания получать в правильном ее строении, то есть в ради отдачи. И это называется, что мы строим город в той форме, что высшие силы, силы отдачи, ангелы согласны с этим, понимают это. То есть у нас есть правильный вид связи в связи с Творцом, с силой отдачи. Насколько мы можем на каждой из ступеней, то мы пользуемся этим святым языком, то есть средней линии и приходим к соединению. Каждый раз в уподоблении свойств. Каждый блок, каждый кирпич, каждая из частей, каждая подробность, все, что мы делаем, выясняем, строим, все это в средней линии, святым языком, то есть все время это делается снизу вверх ради отдачи, с помощью высших ангелов, сил отдачи, то, что называется. 347 пункт. И одни слова. То есть написано, что был один язык и одни слова. Что это за одни слова? Об одном языке мы уже говорили, что все соединено и все соединены и направлены на отдачу, к Творцу. Это называется единый язык, один язык. Может быть, тысячи языков в мире, это понятно, потому что у каждого желание получать есть свое выражение, но все эти виды выражений, они все направлены на радио дачи. Я вдыхаю хозяина, и пробую, и смотрю то, что он мне приготовил, и пью, и тысяча одна вещь, и даже как-то особенно сижу, и какая-то музыка особая, и благовоние вокруг этой трапезы. Трапезы это такой комплекс полный. Но что это? Это как бы разные языки, разные впечатления, но один язык имеется ввиду одно намерение. И одни слова. Они знали высшие ступени, каждую до основания, и не сменялись у них ступень. И поэтому сказано одни слова. То есть ступени были ясны им, как немногочисленные вещи, познание которых не требует хлопот. И поэтому последовали дурному совету, совету мудрости, как сказано, давайте построим себе город и башню. и это свойство хохмыда клепот, мудрости нечистых сил. Хорошо, об этом мы уже поговорим в следующий раз, на следующем уроке, потому что это большая вещь, и мы раскроем эту тему. Вопросы у нас еще несколько минут. Гершин Перец, я хочу задать вопрос, вы упомянули раньше, ошибка в системе, называемая немрод, какой-то как бы вирус, который устраивает проблемы. Это не бак, немрод это все желание получает, что с тобой? Это все равно, что урия, это как большое желание получать, которое управляет, властвует на той ступени. На предыдущей ступени можно было это назвать змей, или золото, или кнан, или аман, или ахашвирош, или паро, фараон. На каждой ступени разные названия. Но это не просто баг, ошибка. Что за ошибка? Что это за слово вообще? Немножко уважение к материалу творения. Ты знаешь, что такое немрод? Кто такой Авра, против немрода? Это просто младенец какой-то? Немрод это вся материя желания получать. Авраам это только та часть, которая может работать с желанием получать ради отдачи. Хесед. Малейшая часть, самая маленькая, она основная для духовного, но это очень маленькая мера. Это не так все. посмотрите, как он это представляет. Он говорит об этом, что Моше и ты думаешь, это просто так, что он устроил бунт, он поменял творца. Ты говоришь, какой вопрос задает фараон? Кто твой творец, которого я буду слушать? Я здесь хозяин? Желание получать здесь хозяин? Ты не чувствуешь в своем эгоизме, что ты хозяин здесь? Так в чем вопрос? Хорошо, если ты придешь к состоянию, когда ты скажешь, что это баг. Так в этом и вопрос. Как я, по крайней мере, чувствую, он здесь не дает никакого решения. Он показывает, в чем работа. Решение, взорь, конечно, нет. Кто сказал, что в этой книге есть решение? Написано, что это скрытая наука. Какое еще решение? Здесь нет никаких решений в зоре. Решение приходит с помощью света, возвращающего к источнику. Если ты знаешь, с помощью текста можно здесь найти решение «А, Немрод, Авра, Мнох». Это решение. Решение, если ты будешь правильно это читать внутри, то придет к тебе решение сверху. Не от того, что ты будешь читать строчки, ты можешь смотреть на эти слова и даже не уметь их прочесть. И это не важно. Мы перейдем к следующему уроку. Переходим к следующей части урока. Субтитры Субтитры Субтитры